Друзья, приветствую всех на канале школы дизайна Кати. Меня зовут Попова Екатерина и я дизайнер интерьера. Этим видео я продолжаю серию роликов об обустройстве санузла и сегодня поговорим об экранах для ванны. Если модель вашей ванны не отдельно стоящая, то ее нижняя внешняя часть после установки будет выглядеть не очень эстетично, поэтому необходимо решить, каким образом закрыть пространство перед ванной. Самым легким и бюджетным решением может стать обычная шторка, но несмотря на простоту идеи, такой вариант испортит общий вид ванной комнаты. Коротенькая шторка возле пола создает ощущение кукольного домика, находящегося за ней, поэтому рекомендую использовать такой экран в качестве временного решения. Следующий вариант это стационарный пластиковый экран, который продается с акриловой ванной. Плюсом является наличие в комплекте боковой панели. Данный экран – отличное решение для ванных стандартных форм. Если у вас есть или планируются маленькие дети, то лучше выбирать панель с углублением для ног. К плюсам стационарного экрана отнесу его невысокую стоимость, беспроигрышный дизайн, подходящий под любой стиль интерьера ванной комнаты и простоту монтажа. К минусам отсутствие свободного доступа к коммуникациям под ванну с целью профилактических или ремонтных работ. Второй минус – свободное место под ванной функционально не используется. Поэтому, если ваша ванна установлена от стены до стены и ей не требуется боковая панель, то рассмотрите вариант экрана с раздвижными дверками. В дополнение к дверкам также продаются полочки, на которых можно хранить бытовую химию. Серьезным недостатком таких бюджетных моделей экранов является ненадежный раздвижной механизм. Если вы остановите свой выбор на этом варианте, то обязательно почитайте отзывы о производителе. Дверки у раздвижных экранов выполнены из разных материалов со всевозможными рисунками. Я рекомендую классический белый цвет или цвет, подходящий под цвет плитки, уложенный на полу или на нижней части стены. Не покупайте экраны с пейзажами и рисунками. Такое решение выглядит очень спорно, так как сюжетные картины мы привыкли видеть на уровне глаз, а не возле пола. Плюс ванна и экран не будут выглядеть единым целым, а получится многоуровневая конструкция, состоящая из стены, ванны, экрана и пола. Если перед вашей ванной достаточно свободного пространства, то стоит рассмотреть вариант экрана с распашными или откидными дверками. Раздвижные и распашные экраны изготавливаются в основном из МДФ и пластика. Пластик более практичный материал для влажных помещений, но некоторые модели экранов из МДФ открывают широкие возможности в плане дизайна. Можно выбрать модель экрана в стиле всей мебели ванной комнаты или вариант отделки экрана под деревом. Также многие производители мебели для ванных комнат изготавливают такие экраны на заказ. Но все-таки МДФ даже при самой лучшей обработке подвержены деформации и разрушению при частном попадании на него влаги. Вот именно поэтому сейчас самым практичным и любимым вариантом дизайнеров для облицовки ванны остается керамическая плитка. Во-первых, отделка ванной плиткой, в отличие от всех вышеперечисленных вариантов, не позволит затекать в воде под ванну. А во-вторых, ванна сольется с интерьером и превратится в архитектурный объект. А в-третьих, такое решение позволит проектировать разные удобные и необычные конструкции. Например, можно создать эффект ванны, парящей в воздухе. Для этого понадобится немного углубить нижнюю часть экрана и установить в него светодиодную подсветку. А в случаях, когда от края ванны до стены остается небольшое пространство, можно использовать его в качестве ниши с полками для ванных принадлежностей. Не забывайте, что необходимо оставлять ревизионный люк для доступа к коммуникациям. Для этой цели я стараюсь в своих проектах использовать в качестве облицовки экрана мозаику. Такое решение позволяет сделать люк практически любого размера. Также можно предусмотреть дополнительную дверку-невидимку для хранения средств по уходу за домом. Еще оригинально выглядит напольная плитка, переходящая в экран. Или плитка с декоративными вставками на экране и на стене за ванной, как на одном из моих текущих проектов. Но и у экранов из плитки есть серьезные недостатки. Во-первых, в случае с заменой ванны, скорее всего, придется демонтировать и сам экран. Во-вторых, закрывается свободный доступ к большой части пространства под ванной. Но вероятность того, что вам понадобится демонтировать ванну, невелика. Поэтому смело делайте красивый и практичный экран для ванны. На сегодня все. Ставим пальчики вверх, если видео понравилось. И подписываемся на мой канал «Школа дизайна Кати», чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!